Это Мила вместе со Смайлом с часа до семи утра будет для вас комментировать. Опять же, пока у нас исключительно Америка и Китай, к сожалению, Европы очень мало. Я вот по этому поводу печалюсь, потому что Европки не хватает немного. Но я думаю, что в будущем будут анонсы и... Европейские турниры или хотя бы квалификации появятся. Ну, опять же, разумеется, все ждут мажора. Мажор, впервые за долгое время ты реально ждешь какого-то большого турнира, потому что мы помним, что были моменты, когда Альянс Нави играли каждый день. И это было настолько печально, и ты уже эти матчи смотреть не мог. А сейчас за Альянс Нави ты порвешь любого, дабы посмотреть хотя бы 10 минуток. Ну, в принципе, так и должно быть. Почему мажор убрали? Дабы над каждым турниром создавался немалый хайп. Леона взяли Ньюби. И кто-то скажет Ньюби, Леон, Чуань, но Чуани нет. Без Чуани будут Ньюби играть на Леоне, но, так сказать, воспоминания положительно остались об этом герою. Ну и Леон, правда, хорош. Много контроля. Хороший нюк, правда, вот против Огры повоевать с Леону не знаю, как там Огр сам этого Леона загрызет. Опять же, посмотрим. Бан Урсы. Бан Профетки. Ну и последние пики. Ждем. Для Ньюби нужен герой на мид. Для ЛЖД. Либо карри, либо... Так же мид. Тут два варианта. Куда же Гернаут пойдет? Я думаю, сейчас как раз-таки ЛЖД под это и подстроится. Что будет у Ньюби, то, собственно, ЛЖД и возьмут. Что им будет удобнее выбрать. Появляется позабытый инвокер. Неспроста позабытый. Вот правда, мало-то пикали. Появились мидеры посильнее. Просто инвокер на миде против какой-нибудь имперсоу некомфортно стоять. Как-то вот про вот этого блондина с белоснежными глазами забыли. И Фэнтом Лансер от команды ЛЖД Гейминг. Ну, на самом деле, к контриде есть иллюзии. Ну, есть чем, но не с такой количеством, которое есть у Лансера. Да, тут есть Леон. Тут есть у Леона и Хекс. И Манадрэн, который иллюзии сжигает. Ну, неплохо. Мне нравится пик Лансера. Такой неуловимый парнишка. Тоже Лансер-герой, который пикается там раз в 50 игр. Тоже, которого пикают. Очень редко. Так, ладно, пики на наших глазах. Ждем, пока господа разберут своих героев. Ну, и начнем смотреть. Нет двух саппортов. Здесь появятся все. Потому что у нас сегодня, на удивление, было очень мало пауз. Ну, когда я так говорю, обычно последняя карта вся паузами будет захламлена. То ли поперек. Ладно, надеюсь, нет. Так, ну что ж, поехали смотреть. Команда ЛЖД Гейминг против Ньюби. Формат BO2. Счет 1-0. И Ньюби могут надеяться максимум на ничего. Кака встречается с Джейксингом. Ну, в общем, поняли друг друга. Уже поставил Батрайдер в арт. Он такой, не самый понятный. Потому что вроде как Батрайдер был здесь. Соответственно, посмотрим. Может быть, Леон и поймет. В общем, прикол. Ставит Сентри. Нет, думал, что заблочено что-то. Да, казалось, что ничего не заблочено. И все. У Леона есть еще один Сентри и еще один Опс. Ну и тут находят ФССВ, да? Бойт. Есть у него таймболк. Надо давать фаербласт. Но как-то вот даже Огр не прокачивал ничего. Не хотелось. Ну, потому что, наверное, бдмр же не хватило. Фаербласт первый. Он ненадолго станет. Поэтому смысла от этого не было. Так, ну что ж, по игрокам. Икзи Баунти Хантер. Вроде как Мэйби. Может быть, не Мэйби на Джаггернауте. Джиксинг на Батрайдере. Возможно, Виктория. Возможно, Никки, к сожалению, непонятная на Огре. И Эйм на Ланцере. Извините за такое представление. Но вот игроки толком информацию не дают никакую. А вот на Ликвипедии информация, которая есть, я вам говорю. Что Мид это... А Мэйби, Саппорт это Виктория. Ну и команда Ньюби. КАКА на Леоне. Юнайн на Луне. СК Инвокер. Фейс. Шадоу Демон и КПА на ФПСус Войде. Кстати, очень хорош Войд. Были времена, когда это Войда, в принципе, пытались КПА не отдавать. Потому что он реально хорош на нём. Цеда Хрансфер ставит очень чёткие. Да, спалили Батрайдера. Надо ему тут отсюда улетать. Ну, КРИПО по тебе отходят. Наверное. Нет, Дезрабшин есть и уже не отвезёт. Отличная работа от Шадоу Демона. Потому что Л2 получать так быстро, конечно, нежелательно. Точнее, не хотелось бы, чтобы твой противник получил его настолько быстро. По лайнапам. Инвокер против же Гернаута. Это центр. На лёгкой линии Лансер против Войда. К Лансеру на пару ещё присоединяется Огромак. Ну и верхней линии это Батрайдер против Грозной Триплы. Шадоу Демон плюс Леон плюс Луна. Такая Трипла, на самом деле, намекает на то, что надо, наверное, переходить в лес. В лес, либо хотя бы вот сюда. Вот иначе ты просто не будешь фармить. Потому что это Дизрапшн, Подкоп, Бим, и тебя уже не отпустят. Уходит Батрайдер вот таким вот интересным маршрутом. Не знаю, не знаю. В леса типа чужие фармить. Может быть, Курьера хотели убить. Не знаю, почему, кстати, Курьера не убили. Лава. Наверное, как-то Инвокер его здесь вот взял, поэтому и не убили. Наверное, в этом причина. Опять же, команды в редком случае Курьеров отдают на халяву. Курьеров отдают на халяву. Больно, Инвокеру Байдл Плэккорти. На Инвокера висит и... Блэккорти, ну я сказал, разумеется, Блэдфьюри. Да, Лаккорти это у Инвокера. Два скилла вместе сложил. Инвокер погибает. В центре вроде и было, но... Это не помогло. Все-таки Баунти Хантера замедлил и... Фраг, ребята, совершили. Ланстр находится на полном фрифарме. В принципе, как и Луна. Друг другу... Старается командой мешать. На позициях, в моей карьере, все формят. Боид пока что без крипов, но вот у него первый шанс этих крипов получить. Даже двух. Но... Как-то у QPI не очень получается. Первый крип наконец-таки есть. Хотя по делу должен был забирать два. Ну, линия такая вроде дабла, но очень неприятная. Потому что Игнайты, Копья, все это залетает в тебя. Таймволк ты, конечно, нажмешь, но... Так или иначе. Бейм по Батрайдеру. Опять же, прогоняет его прочь. Батрайдер. Немного хотя бы левел 2 взять. Все, он будет доволен. Он уйдет от всего. Он не будет вам мешать. Дайте ему взять левел 2. Потому что без левел 2, конечно, этот... Герой беспомощный. Ну, без Напалма. Плюс уфармить нереально. Инвокер. Пока что в X-Exhort. Элекрити. Санстрайк у него в наличии есть. Ну, и за счет Элекрити как-то более-менее фармить получается. Дэмэджа очень много. Баунти Хантер снова выходит на охоту. Тут уже и Шэдоу Демон. Есть у него Сентри. Сентри ставится с Кушали. Ну, и Гзи... Неужели не понимает, что его видят? Конечно, его видят. Игзи надо уходить. Опять же, очень спокойное начало. Нет такого, что там по всей карте... По всей карте идут какие-то убийства, встречи. Нет, тут... Такая вот пассивная, размеренная дота. Все фармят, ну, как... Мы привыкли видеть, по крайней мере, в Китае. Потому что предыдущие карты были просто, ну... Месиво полное. Удаланс развелся пурманшилд, топорик. И все, теперь у него такой фарм, что, в принципе, особо помогать и не надо. Ну, только если по этой огонять, если в этом идти. А Войд, кстати, опять же, хоть и дабла, но настолько его гоняет хорошо. Он просто стоит без крипов. 1-0. Только опыт получает. Ну, хотя бы опыт получает. Бывает такое, что еще и офлайнеры, я не буду показывать пальцем, опыт не получают. Ну, хотя бы Ла-2 есть у Джиксинга. Сейчас он зафармит. Какой-то многочисленный спаун нейтралов. Ну, висит уже очень много стаков. Пора, пора. Полетел. Сейчас еще один напалм закинет. А лол. Напалмы сбились. А лол. Блин, ну это, конечно же, если обидно. Просто сбились все напалмы. Стоял стакл 300 лет. Это КГ можно писать, левать. Это не игра. Приходит на то баунти-хантер. В центре стоит только райзентов. Поэтому Экзи здесь спокойно может получать эксп. Покупает еще и достырь, на всякий случай. На будущее. Хотя, честно говоря, непонятно зачем. Да, и продает сразу же. Видимо, не скликнул. Ну, Экзи тоже дает понять, как бы, что это не твоя линия. Ты отсюда лучше уходи. Курьера так вот совершенно спокойно летит под тавер. Ничего не боится. Ну, видит, что баунти-хантер здесь, соответственно, его никто не подрежет. Неожиданно. Ну, и внизу происходит ситуация аналогичная. Один в один просто. Тоже Курьер летает, и никто не боится его отдать. Тавер уже под атакой. Луна с Аквиллой. Левел 6. Параллельно также тавер под атакой. Ну, все параллельно по линиям происходит. Ой, зря, зря только что сделал вот это вот. КПА. Ну, повезло, что нет там копья, не хватает мана, да и кулдаун висит. Поэтому, может, будет немножко расслабиться. Но было опасно. На центре Джаггернаут получает вот-вот омнислэш. У инвокера также нам подходил Л6. Ну, тут особо ничего не меняет. Погода не делает. Ну, и внизу Войда продолжает гонять. Против игнайт, опять же, делает таймволк. Смысла нет, потому что это периодический дэмэдж. Ну, и тавер скоро придется отдавать. Если не Будку-то подсейвать, то вышка упадет. Тут без шансов. Снова пытается, вот, Райдер, оформить. Нейтралов отразделов все намного разумнее, да. Фэрфлай, и надо постоянно напалнить с тобой, а стаки не забросились. Все, молодец. Понял истину. Фарма на Батрайдере. Так что, вроде как, можно и не выходить из игры, хочу поиграть. Нужно какие-то деньги получают на Транквилу себе уже насобирал. Так, глядишь, купить себе какие-то барабаны, либо блинг. То есть, нынче покупают и барабанчики часто. Досты. Ну, правда, нашли Огрмага. Цель плохая. Его не убить. Даже имея фингер, я думаю, что Огрмага бы не убили. Ну, может быть, наверное, с фингера, может быть, и можно было бы, учитывая Санстрайк Инвокера. Но, опять же, там урона маловато с него, а Леон, разумеется, без лютимейта еще тут. Никак. Падает первая башня в седьмой минуте. Аналогично внизу должна падать башня у Команды Ньюби. Ну, самое главное, что Кипя здесь получает максимальное количество опыта, он при этом не фидит. Даже как-то пытается здесь, ну, навязывать свою игру. Эйму. Ну, Эйму навязывать игру свою не надо. Эйму знает, что такое дота, мы уже видели, что может даже использовать стандартный тембилд, но... по итогу игру выигрывать. Скан завязали Ньюби на нахождение бомбтихантера. Не нашли. Так бы, конечно, достойно нажали бы и убили. Инвокер фармит себе Медас после Акфила. Такой вот неспешный Медасик. Ну, все правильно, все верно. Инвокеры без Медаса штука не очень крутая. Инвокерам нужен левел. Амедас... Этому способствует. Один фраг за 9 минут. Один фраг за 9 минут. Жесть. Мы уже можем переходить к Нетворсам, а фраг все один. Нашли Экзи. Экзи убегает на хосе. Ланцер топ-1 по Нетворсу, Луна топ-2. Небольшая разница у них, видимо, капиталов все-таки присутствует. 57 на 15 против 67 на 14. Ну да, в десяточку как раз-таки, вот это и золото и формируется. Бегает в антихантерных асти, его заметили, поэтому курьеров там летать не будет в ближайшее время. Поэтому не стоит даже пытаться. Ставится вард между товарами. Ну и в случае чего на будущей атаке на Инвокера можно будет понимать, есть ли там какой-то защиты за спиной, либо нет. Так что вард довольно полезный. Учитывая, что Джигернаут уже имеет омный слэш, можно как-то и попытаться в будущем его реализовать. Некоторые спрашивают, что это за циферки под командами. Каждый может купить в импел любимой команды, ну либо не любимой, я не знаю, если у вас есть желание купить в импел команды, не знаю, Na'Vi или Virtus.pro. Вы покупаете этот в импел, там стоит не очень много, я думаю, доллар максимум. И потом в игре, когда вы будете смотреть за своей командой, будут появляться сколько людей с этим в импелом смотрят игру конкретно вот сейчас в Dota TV. Только в Dota TV. Сейчас 121 поклонник команды LHD и 101 поклонник команды Newbie. Довольно прикольно. На International, конечно, каких-то либо мажорах людей намного больше. Десятки тысяч с в импелами людей. Я не знаю, еще есть какой-то профит или нет. Наверное, нет. Наверное, нет книгу профита, там какие-то шмотки. Типа ты просто показываешь, насколько ты в поклоне к Na'Vi или там Virtus.pro. Или Vega. Или Альянс. Ну это к одному человеку только можно адресовать. Все-таки. Господа, ну это, конечно, беда пока что. Очень медленная игра. Скорость невероятно низкая. Есть первый, наконец-таки, такой полноценный выход. Ганг, Смоук, называйте как хотите, выходит на Фейса. Ну и Фейс может себе закрыться. И в ТП хотим увидеть, да? Было бы круто очень. Есть пол-жен. Дизрапшн именно на Джекернаут, и Фейс отсюда уходит. Замечательно. Буайт. Есть Хроносфера. Хеакс на Огрмага. Подкопали Огрмага. Есть Астрайк, Огрмаг минус, и есть второй фраг. Восполнение команды Ньюбер. Ну, суммарно второй фраг. Конечно же. Ну, это Огрмаг. Но хотя бы это фраг. Ладно. Давайте радоваться. Отменьшу его к большему. Хотя бы убили хоть кого-то. Значит, старт дан. Ланстр левел 9. Блэд оф Лекрити ботинок. Рейндроп и аренталон. Ну и АИМ фармит дальше. Какую-то Яшу, либо Диффуза. Ну, решил Диффуза купить как можно быстрее. Они уже почти есть. Экстремально быстрая Диффуза. Диффуза хорошая штука. Не только там, что ты же гайшман, или можно снимать с себя негативные эффекты, либо противника замедлять. Снимать тоже эффекты все. Скорее с того, что еще много ловкости дает. Вот у вас 5 ловкости за вот эти вот деньги, это очень круто. Это очень много. У нас 5 ловкости, это много демэджа. Ля Пэлла. Про Батрайдера мы, кстати, позабыли, что у него, как там дела, как-то сам. Слушайте, Батрайдер молодец. 63 крипа. Блинк Даггер, Транкфилы. Молодец. Я не знаю, как он это все нашел. Видимо, просто в лесах фармил все это время, но учитывая такое начало, где просто ему не давали жить, где была грозная трипл-линия. Молодец. Он по Натворса перегоняет Вайда. Он скоро догонит Инвокер, у которого все вроде как было намного лучше. Супер. На топ смещается КК. Тут пока 2 героя на 2. Джиггернаут на подходе Яши. Как бы, конечно, мне слэш бы хотелось использовать по назначению. Дать. Свой ультимейт. Находит 2 героев, получает Хекс, Бим, Санстрайк, Джиггернаут минус. Ну вот, вроде как, захотелось реализовать, не получилось. На центре параллельно выход на Инвокера, Лассо, Сюрикен. Айсвол ставится, но это не спасает. Войт прыгать бесполезно? Да ладно. Хроносфера ставит. Серьезно, под фарефлайем воевает, но это суицид. Стики есть у Джисинг, и Джисинг их должен нажимать. Нажал, этого не хватило. КПА остается без маны. КПА должен наказать. КПА минус. Стоило ли того, поставил хроносферу и убил Батрайдера, размен на то, чтобы Эйм получил трипл-килл? Это вообще не стоило. Вообще ни разу. Не было смысла так делать. Его Эйму уже после дипозов тысяча сто денег. Дежавю какое-то. Не надо видеть этого парня. Мы поняли, что он силен. Тем более, что Эйм такой парнишка. Не особо-то и долго мы его знаем. Он молодой, но уже перспективный. Эйм получает Хекс. Можно Эйма и убить. Фингера нет. Не хватает немножечко маны. Ставит сайсволд. Пошел диплгангер. Эйм пытается уйти. Закидывает в копье. Замедляет СК. Ну и Фингер кастуется. Эйм живет на 90-х ЭП. Как же отлично сработал здесь Хэден Вард от Джиггернаута. Подкопали Джиггернаута. Джиггернаут пытается убежать. Есть у него фейсбут. Кастуется телепорт из Батрайдера. И Батрайдер. Опасно. Есть у него Firefly. Отличный файт от команды Ложди. Замечательно. Отдали только одного Огра. Убили трех героев. Пережила Лансера Фингер. Ну шикарно. Шикарно. И вот уже Лансера появляется. Ну купился Маджик Вент. Такие вот артефакты понемножку. Водные. Побольше. Побольше таких артефактов, которые будут помогать в файте. Я Квиллу и Арен Талон. Ну не фальти. Типа при фарме и Маджик Вент себе взять. Учитывая сколько там прокаста от Леона, от Шадоу Демона. Суммарно. Стики будут заряжаться моментом. Смоук от команды ЛЖД. Имеется лассо. Можно прыгать на Шадоу Демона. Шадоу Демон. Шадоу Демон. Шадоу Демон. Скорее всего круг. Есть конечно Хекс на Джигсинга, но погибает Шадоу Демон. Даже без лассо. Даже без лассо. И. 5-4. Очень много. Начали команды убивать, по крайней мере. Одна команда уж точно начала действовать. Ну, появился Блинк, все, побежали. Ланстр купил дефуза. Это не такой, знаете, АФК фарм Ланстр. Ну, он травла, наверное, сейчас может быть купит. Но вначале были куплены дефуза. На топе есть Экзи. Кричит. Сигналит о том, что вот этот парнишка, я сбиваю ему телепорт, мы его убиваем. Телепорт сбить. Телепорт сбил. И уйти в инвиз. Все, труп. Никак не уйти. Там идет Батрайдер, есть у него лассо. И инвокер здесь. Ну, подсейвы хотим увидеть. Подсейвы войдут, хрансферы, там все дела. Нет, не хотят. Ребята делали так. Инвокеры цепанули. И инвокер минус. Ну, могли в теории попытаться повоевать. То есть, раз ТП, два ТП. Там, правда, погиб Бугар Мак от Фаржейл. Лол, нормально. Но могли раз, два, три, да, три ТП повоевать. Как-то нормально. Могло бы выйти, не факт, но решили просто продать инвокера своего. Инвокер 3-3-1. Много смертей. Слишком много. Вниз вмещается. Эйм, нажимает Доплогангер. Иллюзии. Гонит дальше. Обманадрейн, иллюзия исчезла. Замечательно. Ну, и Эйма почти истровала. Луна забирает рун на ДД. Как раз таки, чтобы отфармить Эншоток. Тут самые дорогие крипы остались. Голем до Дракон. Ну, и Доминатор Драгон Лэнс по Т1200 денег. Поглядим, что будут покупаться дальше. Заход на Рошана. Но, вот насчет этого, не знаю. Ну, хотя да, подалай критик, нормально. Прыгает еще и Войт. Форш Спирит, и пошли в бой так же. Ну, и ЛЖД. Что насчет смещения-то на Рошана? Нет, нет, да, нет. В Аунтихантер ждет чего-то другого. Да, не знают просто об этом. Не знают. Рошан падает. Не ожидали, что зайдут. Ну, тут повезло. У нас дабл дэмэдж с Астрайк. Как же близко. Как же близко. Могли бы сейчас... А, нахоте со страйк... Господи, со страйк на ДР. Все, забейте. Не обращайте внимания. Инлокер будет выходить быстренький Аганим. Пискитам Юлу, Форстафа. Просто Аганим. Окей. Ну и на топ смещается Ньюби. Войт плюс Луна. Готовы. Готовы. Комбинировать Эклипс плюс Хроносферу. Окей, Смоук развеян. КПА отпрыгивает. Хроносфера ставится. Зацепили Джиггернауту. Джиггернауту, может быть, и убьют. Смотрим. Джиггернаут под Хиксом. Джиггернаут под Бимом. Фингер Джиггернауту. Джиггернауту все-таки убить могли. Но что делать дальше, непонятно. У-9. Бим. По Эйму. Эйм. Ой-ой-ой. Как же Эйма быстро тостер из лица земли. В итоге Сэйма снимает стрик. Бочка от Джексинга. И надо бежать. Неплохой файл для Ньюби. Я бы сказал, отличный. Не потеряли Аегис. Убили. Двух коров. Убили Лансера. Сняли Симастрик. А то он там бегал 4-0-0. Радостный. Ну и Джиггернаут получил Хроносферу. В принципе, тому убивать должны были 100%. Хоть у нее была Санжияша. То есть довольно плотный. Врыв на КК. КК также добивают. Тут наказывают. За наглость. Правда, висят дасты. Смотрим, что там будет насчет Санстрайка. А он скоро будет. Жесть. Смотрим теперь Санстрайк. Самое веселое начинается. Не? Не? Давай. Эх. Жаль. 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 Даже не пытался. Инвокер. Ну, понимаю, что это потеря. Маны. Джаггер, Джаггер, Джиггернаут. Ну, пока ничего после Санжияша нет. Ну, ладно. Нормально-то фармом Джиггернаута. Ну, как Батрайдер до восстановился. Который был просто нагноблен. 6-200 Нетворс. 1-1-5. Он еще не физил-то особо на линии. За это ему, конечно, респект. Потому что многие его уже психовали бы. Но оффлейнера они не должны так терпеть. Оффлейн, она как бы называется, хард линия. Там легко быть не может. Батрайдер. Опасно, опасно ворваться. Там все-таки три героя. Шелл Демон, Леон. Друг друга засейвят. Поэтому это бессмысленно. Появляется ОКК. Они самые быстрые, но все-таки Блинк. И вот с ним можно уже будет как-то через смоки выходить, инициировать, подкопать Хекс, потом Хроносфера и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и Джиггернаут будет выходить в Яшу, Манту. Тоже. Все по стандарту. Ланстр 1200. Тоже Яша, Манта. И на ходе Джиггсинга прыгает воид, Санстрайк. Ну, а тут минус. Слишком много дэмэджа, да. Без шансов. Две минуты до исчезновения Эгиса. Времени хватает, дабы зайти еще убить кого-то. Например, Джиггернаута на миде. Надо ему отсюда бежать. Пока можно. Пока дают возможность. Ну, а сами же Ньюби будут заходить и убивать башню. Да, такое начало крутое. Ну, вот. Один удачный файт, и сейчас Ньюби будут давить. У инвокера уже почти огоним. Нажали марабаны, ребята. Пошли дальше. Опять же, максимальная реализация своего Эгиса. Лайкретина Ю9. И пол Тавора уже нет. Стоится у Тавора уже 400 хп. Все меньше и меньше и меньше. Тавор почти упал. Врывается. КК подкопали. Санстрайк дали. Вогармага дали Хекс. Ну, и дали еще Юпурш. Дабы наверняка. И говорит, ну, а мы пойдем дальше. Ну, а че нет? Мы идем дальше. У нас Форжи, у нас Лакрити на Ю9. Нажимает, наконец-таки, ЛЖД Глейф. Прыгает Джиксинг Лассона КК. Бим. Джиксинг летит до конца. Но поддержки особо-то и нет. Мы видим, что поддержки нет. Только сейчас приход Джиггернау. Томный Слэш бы хотелось бы дать. Но тут есть еще Форж Спириты. По итогу должны вот так вот просто Блэд Фьюи добивать Леона. Ну и уйти. Все, ладно. Окей. Немножко перенаглили, ребята. Ю9 бежать. Сюрикен. Не страшно. Пошли ветра и... Наверное, все. Сейчас Войт отрегенится. Если бы он быстренько сюда прибежал, было бы очень полезно. Потому что Луна с Айгисом. То есть там будет еще время. Да, все, Луна на развороте. Войт, Войт, бежать, бежать, бежать. Но Войт еще слишком далеко. Войт еще слишком далеко. Фейс получает пару ударов от Эйма и погибает. И Ю9 также должен погибать. Плохо. Слушайте, они ведь наказали. Они ведь убили сейчас трех героев, по сути, на ровном месте. Совершенно на халяву. И Луна не будет 50 секунд. Соответственно, можно убивать самим Терр 2 башню. Не можно, а нужно. Времени хватает. Инвокер еще пока на базе регенится. По трекам его прекрасно видно. Но решили сами так лжедейно нагреть. Ну и, наверное, это верно. Не, ну было бы БКБ у Луны, вопросов нет. Она бы там всех убила бы. То есть, Эклипс нажала бы, там помог тот же самый Инвокер. Они бы там убили бы всех. Но БКБ не было. Без БКБ воевать смысла не было вообще. Диффуза появляется уже Гернаута. Все-таки решил не яшу фармить. Побольше диффузов. Ну а вот у Лансера как раз-таки есть яшу. Да, ей подходит уже в Ультиматор. А там и до Мантери рукой подать. Так, что-то у нас слага все больше и больше. Напомню, что сервера китайские. Соответственно, стабильности нет. И, к сожалению, гарантии в том, что если ты перездаешь станет лучше, вообще нет никакой. То есть, тут, ну, они своей жизнью живут. То они хотят работать нормально, то нет. Все зависит от удачи. То есть, мы сейчас можем сидеть, не знаю, с другим комментатором. У кого-то будут все летать, а у кого-то будут лаги такие, что ты вообще не можешь понять, что происходит. Там один момент, где файт на Рошане, а второй файт уже на троне противника. Поэтому тут такое, знаете ли. Нет, еще Рошана. Проверять-то я нечего. Даже еще таймер не запустился. Отсчетом. Когда он появится. Полетел Батрайдер. Есть гемфорста в Блинк. Можно будет ворваться, кого-то быстренько подцепить. Но, опять же, шэдоу демона есть. Вот этот фактор неприятный. Пошел, Вайт, проверять, есть ли кто-то в лесах. Потому что так часто бывает, что Батрайдер прячется. Но никого нет. Ну и команда ЛЖД принимает решение уйти. Опасно принимать файты. Даже на Тирадим башне можно легко погибнуть. Учитывая, опять же, силу Вайда. Силу Леона с Блинкома. И силу под сейву от... Шэдоу демона. Нет вардов здесь. Ну вот она и манта появляется. Правда, Луна по Нетворцу лидирует. БКБ и Ашадрами Ленос. Но вот с БКБ, конечно, если вдруг Ю9 быстро не убить, то дел на делу этот персонаж очень много. Потому что демоджа 200, получается, ну... 200 плюс. Много демоджа. Много демоджа очень. Инвокер с Аганимом. С третьим инвоком. Соответственно, тоже будут набаливать прокаст. Полный комплект. Поэтому главное, команда ЛЖД не ошибаться. Но вот непонятно, как... И в кого инициировать. Че-то, что там еще и Войт есть, который столько может гадостей делать. И под Войда все. Комбинируется. Радиант's bottom tower is under attack. Радиант's bottom tower has fallen. Дайя's top tower is under attack. Дайя's top tower has fallen. Ждут Рошана. Не уби. Дожидаются появления его. Понимаю, что с Рошана можно будет снова пойти по наглому, по центру, либо там по ботому. По верхней линии собрать их до башни. Опять же, безнаказанно. Они чувствуют свою силу. По графикам, кстати, нули. Прям вот нули-нули. Так ну что, может мы тогда перезайдем попытаемся, да? Прям вот я вижу. Но сейчас разлагает вдруг, то мы не будем перезаходить. Ну давайте, ладно, окей. Давайте перезайдем. На потеху китайским серверам попытаемся перезайти. Опять же, происходит это нестабильно. Ну попробуем перезайти. Вдруг поможет. А учитывая, что Китай еще будет долго, поверьте, вы к этим лагам можете привыкать. Не то, что там я хочу, чтобы всех лагало и качество было плохое, нет, но... Придется к этим лагам привыкать. Так, ну что, давайте грузиться, наверное. Пора. Ну вроде лучше стало. Окей. Возвращаемся к Метворсам. Ничего не изменилось. Рошан только появился, ну и все. Пока что тут на Рошане ничего не происходит. Абсолютно. Пуш немножко линию, ребят. Ну что, на Рошанчика. Под Элекрити инвокера. Под демедж луны. Сана стараяк пошел. Еще от инвокера приятно, чтобы максимально много демеджа внести. Ну и все, ЛЖД понимает, что вот... Да ладно, неужели пойдут? Да ладно. Ну вы не успеваете, господа. Смотрим. 5000 хп, хотя, может быть, успеют. Смотрим, интересно. Ну, разумеется, должен врываться батридер. Батрайдер. План с трофайти не будет. Рошан на 1800 хп. Надо еще одно Элекрити. Без Элекрити как-то не очень круто. Так, ну вот, видите, лаги, к сожалению. К сожалению, не заканчивается. Окей, Рошан упал, а Егис для команды Ньюби, для Луны. И... Смоук-то тоже дебил, а толку от него немного. Полетел там батрайдер, что-то пытаться делать, но... Ничего он не сделает. Все, Эгис есть. Ну что, Ньюби надо двигаться. Либо так, либо так, либо так. Ну, наверное, вот это планы самые лучшие. Все-таки Тир-2 башни, не Тир-3. Тир-3 будут убить потруднее. Тир-2 отдай, хотя, думаю, особо... Желания, тем более в такой позиции у райзентов не будет. Ну давай, Китай, еще... Минута, думаю, 15-20 и все. И можешь уже... Можешь лагать хоть целый вечер. В Китае-то уже будет ночь. Вот сейчас хоть не надо, пожалуйста. Пощади. Заход, ребята, на Тир-2. Да, конечно, под лагрите луна. Еще и иллюзии. Падает все очень быстро. Но вот пойдут на Тир-3 прямо вот сейчас. Или все-таки дождутся момента поудачни, когда там инвокер все купит в ингресферу. Смотрим. Пока ребята идут. Опять же, с лагами будем максимально стараться комментировать все это адекватно. Но, сами понимаете, не факт, что получится. Появляется много иллюзий. Иллюзии пошли бить. Иллюзии от манты. Иллюзии от дизрапшена. Закидываются еще и ветра. Башенька потихонечку падает. Главное, это башни дать. Если тебе дашь башню, то все. Ты сюда вот не подойдешь. У тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Головы летают, и ты просто будешь получать по лицу. Там параллельно снова создается дизрапшен. Снова пошли иллюзии. Батрайдер смотрим в позиции. Опять же, я им, напомню, имеет БКБ. Ну и тавер остался на 600 хп. Лагодром. Вместо света. Ну и все, решили уйти, ребята. Ну, может быть и правильно. Не стоит сейчас так прям идти, ломиться на базу. Зачем спешить? Там луны есть очень много денег. Можно купить себе. Ну, или пику взять, или... Будучи подумать все. Бутерфляя, сатаник, все вот эти дела. Можно, можно покупать. Ну, пока я есть, поэтому... Непонятно, куда класть артефакт. Вот она, линька, юнилокер есть. Замечательно. Важный артефакт. Притом даже не для себя, а для тиммита. На луну повесить. Ну и для себя тоже. Гуляет все, ЛЖД. Никого найти не могут уже давненько. Я не помню. Ярнаут, как думать, ультовал ли он в этой игре или нет? По-моему, нет. По-моему, он реально ни разу не ультанул. Ну, может быть, я ошибаюсь. Не знаю. По-моему, нет. Ну, то есть, если нет, или даже один раз, это, конечно, смех смехом. Ну, не, слушайте, ниби-таки говорит. Все, пойдем, ребят. Там, как бы, можно Тауру убивать на 429 хп. Линка-то есть. Лекрити на Юнайн. И побежали, побежали. С про-спиритами, с иллюзиями. Пинать. Опять же, Лагодром. Но мы будем стараться это комментировать. У нас нет выбора. Нажали глиф ЛЖД. Пошли бочки. Пошли игнать. Максимально ЛЖД откидывается. На Тауру падет. Как ни крути, но Тауру падает. Все. Будет намного труднее. Потому что сейчас Глыви начнут летать по всем. И везде. По всем баракам. По всем этим строениям. Пошли снова иллюзии. Ну, начинают бить бараки. Классо. Подцепили КПА. КПА убить не смогли. Эйм нажимает БКБ. Хроносфера залетает неплохая. Моментально убивает Батрайдера. Моментально убивает Огрмага. Эйм под БКБ пытается, как понимаешь, вкусить файти Фейса. Фейса убили. Убили также ИКК. Проблема у КПА. И КПА остается без маны. КПА погибает. Но самое главное, что упали бараки на центре. Точнее, один барак. Второй-то уже не имеет значения. Инвокер закидывает ЕМП. Ставит Айс Вол. У-9 все еще живой. У-9 все еще имеется Аегис. Погибает. СК. Но и остается одна Луна. Луна имеется и Климс. Может быть, стоило его прокастовать. Хоть и много крипов, но все же. Может быть, попытаться надо. Луна. Есть Манта. Нет. Никак. А, там, тогда можно пока перезайти, да? Давайте еще раз попытаемся. Ну, это бред какой-то. Ну, не бред, это стандартная практика, но все-таки. Чего? Проверка стима отклонена. Господи. Может быть, после еще одного перезахода поможет. Я только сказал, что весь Китай не лагал, и пауз не было, и все. И понеслась. Пауз-то и нет до сих пор. Вот поэтому я люблю больше Европу, либо Восточную Азию, потому что она стабильная. Окей, у нас тут упал Тауэр, больше ничего не произошло. Байбэки были ли? Давайте взглянем быстренько. Ну, даже вот так вот сделаем. Байбэков не было. Или был? Спатрайдер? Нет, нет. Байбэков не было от команды Дайвер. Воет еще без трансфера 30 секунд. Луна не будет 10 секунд. Заход на Тир-3. Надо ЛЖД уходить. Все. Поигрались и хватит. Надо уходить назад. БКБ. Приобретает себе Джекернаут. Две сто денег еще и в запасе имеется. Руна туда, да? Я, кстати говоря, полез... Ой, как обидно-то, а? Буквально бы на две секунды раньше. Смоук разбили Ньюби. Тараска появляется. У Ланцера такой позабытый артефакт. Я уже вообще не помню, когда Ланцера собирались на Тараску. Потому что там покупают все что угодно, но кроме Тараска. Тараска-то штука крутая. Учитывайте, что теперь 219 хп. Я помню, были времена, когда покупал тот же самый лода две Тараски на Ланцера. Это было вообще веселухо. Нашли Игзи. Подкоп. Хекс. Пару ударов. Санстрайк. Фингер. И добили. Поцепили также Ю-9. Ставится моментальная хроносфера. Пошел Дизрапшн. Что-то демона все-таки добили. Выкупается Баунти Хантеру. Е-9 надо ультовать. Есть ультимейт от Ю-9. И Огр живет. Но как-то все пока живут. А им под БКБ. И снова Лагодром. КПА уходит на Таймволке. Взрывается ЕМП. Ну и вот он наконец-таки Джиггернаут. Сомни Слэшем наконец-таки есть. И наконец-таки убивают аж 3 героев команды ЛЖД. Аж 1 Джиггернаут. Проблема есть у Джиксинга. У Экзи. Ю-9 до конца воюет. Все же его здесь добивают. Минус 4 в восполнении команды. ЛЖД размен на 1 Баунти Хантер, если не ошибаюсь. Да, именно так. Луну не будет минуту. Санстрайк. Близко, но мимо. Одному не попал. А должен был попасть по двоим. Ну по двоим бы попал. Никого бы не убил. По одному попал бы, конечно, убил. 100% инвокер. Там дамаж огромный сколько там. 475. О, ну да. Прыгает Джиггернаут. Получает сразу Хекс. Получает и подкоп. Получает и сострайк. Получает и ЕМП. Но ЕМП не получает. Успевает сжать. Блокюрис. Метеористы, метеориты, бласты. Откидывает инвокер, ставит айсвол. Выигрывает время по максимальным. Ребята, луну еще не будет 15 секунд. Подкоп. Есть неплохой. По Айму и по Батрайдеру. Батрайдер должны убить. Батрайдер минус. Айм нажимает БКБ. Начинает просто грызть кого угодно. Убивает шедоу демона. Можно бить еще и инвокера. Инвокер. Больно. Инвокер уходит в гостволк. И надо уходить. Все. Очень-очень много тут потратили ресурсов. Убили одного после шедоу демона. Лансер остался, ну... Ну, хотя, как, плохо. Поучитывая Тарас, он снова сейчас будет фул. Нормально. В принципе, пол Тавра потерять на такой минуте, это не страшно. Бараки стоят. Тавр стоит. Во время как противникам все-таки барака милишного нет. Санстрайки. На Рошана. Рошана. Человек от меня, к сожалению, после реалога пропал. Таймер Рошана. Я не знаю теперь, как игроки, когда он появится. Луна Скази имеет. Такой вот вариант. Ну, для 700 хп. Это, конечно... Очень круто. Замедление огромное. Но мы видим, что если Луну вдруг запакусят в файте, там, 2-3 героя, то это не спасет. 200-700 хп, 5000 хп. Луну убит быстро. Там Джекернал, скрыт Амилансер, который просто наваливает, что и сил. Ну, Войт тоже под Блойд и Флэккерти наваливает. 207 урона. Без Блойд и Флэккерти, к сожалению, всего лишь 107. Просто. Можете, патая на ловкость. Когда же Рошан появится? Хотелось бы знать. Скоро узнаем, в общем. Вместе с игроками. Да, две игры у нас получаются довольно долгие. Две карты в этой встрече. Ну, в принципе, коэффициент 2.0 на ничью. Он и говорит нам о том, что действительно противники равны. Луну еще и Майл Штром появляется. Ничего себе. Нормально. Ну, понятно, для чего это все делается. Что Майл Штром в дефолтных ситуациях не покупается. Но вот в такой игре он просто must-have против иллюзии. Разбили смоук Ньюби. Рошан уже появился. Об этом две команды. Ну, по крайней мере, LG знают. Я думаю, Ньюби подозревают. А сейчас они прочекают, Рошан увидят. Интересно. Ну, вот так вот в тупую пойдут на Рошана, что ли? Я думал, что они как-то, знаете, попытались вот так вот извернуться, зайти за спину. Нет. Рошан упал. Уже наполовину. Очень быстро. Очень быстро падает Рошан. Выкладывает Ю-9 Хелм. Долго думают, LGD. Долго думают. Надо быстрее врываться. Остается совсем мало времени. Буквально 2-3 секунды. Рошан падает Айгис для Луны. Все. Опоздали. Очеринка закончена. Эйм врывается. Пытается быстренько убить саппорта. Фейс живет. Фейс прячет себя в Disruption. Пошла хроносфера. По одному Огромагу не самое лучшее. Но Огромага здесь должны убивать. Огромаг погибает. Ю-9 пока живет. Эклипс уже свой прокастовал. Погибает Shadow Demon по итогу. Ю-9 и КК все еще живут в Ю-9 под БКБ. Но он еще и с Айгис, тем более. Поэтому бояться ему нечего. Пытается отсюда Джиггернаут уйти. На 377 хп уходит. Классо. Кого-то подцепил-то Батрайдер. Подцепил КК. Ну, он просто отводит его из Пайта подальше. И все. Об этом идея. Ну, а тем временем, на центре-то бараки падают у Радиантов. Это самое любопытное. Бараки-то падают. А в Пайте-то погиб только Огр и Shadow Demon. Ну, у нас еще и Экзи. Еле живой шел Джиггернаут. Ламстер просто улетает на топ. У него Тараска, поэтому он-то на базу ему идти особо и не нужно. Но, в принципе, Аеги забрали. Сыр забрали. Сыр для кого достался? Сыр, 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 сыр. Я не знаю, где сыр. Где сыр? Где сыр? Ну, может быть, и в Курьере. Я не знаю. Может, кто-то его скушал? Может быть, его кто-то и скушал. Может быть, я слепой сейчас. И в чате кто-то скажет. Да, вот же он. Ну, ладно. Луна. Луна, что же ты себя поведешь? Что? Куда Курьер летит? Я понял. А, Гиперстом покупает. Ну, чтоб Милл не ругал. Понятно. Скади появляется и у Джиггернаута. Ланцер после всех этих файтов взял, докупил себе Голсонг. Выходит Баттерфляй. Потому что понимаешь, что Луну слотов мало. Соответственно, после Аигиса надо МКБ покупать маскафу. Иначе Луна... Ну, конечно, молния это круто. Но без МКБ Ланцера будут убить нереально трудно. Файт-то хочет круто сориентироваться. Но мы пытаемся. Валяется Гем. Полетел Курьер его забирать. Да, Ланцер совершенно случайно его нашел. По всей видимости. Так. Так, в лесах фармит. Точнее, бегает Батрайдер. Его заметили. Батрайдер. Надо уходить. Немножко не в ту сторону пошли. Все оказалось намного проще. Вот его сейчас видят. Прыгает Войт. Прыгает дальше. Хрансферу ставить не стоит? Вообще не стоит. Это Батрайдер вообще ни о чем. Не самый опасный герой. Санстрайк. Окей, Батрайдера спалили. Ну, не надо ставить. Не надо. Все равно надо лучше просто. Уйти. Палит вард инвокер. Любопытно. Как будто, знаете, на стриме подсмотрел. Такой вар, знаете, не часто можно спалить. Ну, может, конечно, это Джекернаут помил. У них цвета похожие. Кликов. Посолатывая голубой. Есть Мьолнер. Приходит вот так вот таймфайт. Просто один против всех. Любопытно пытается убить Фейса. Фейса убил. Ю9 также нажимает БКБ. Пытается быстренько убить СК. Омнислэш залетает от Джекернаута просто никуда. Пошел Эклипс по Эйму. Эйм закончил все действия Блэкенбара. Эйму очень больно. Ставится Хроносфера. По Эйму она, правда, не попадает. Хроносфера вообще плохая. Закрывает собственный инвокер. По итогу КПА. Ю9 может быть погибнет. Ю9 погибает. Эйму очень побит. Остается буквально на 600 хп. Надо немножко потерпеть. Отхилиться от Тараски. Луна после действия Эйгиса воскресает. Что дальше? Инвокер побежал. Есть у него Лекрити. Уходит в Глиммер Кейп. Огрмаг его не видно. Да и нет никого детекшена элементарного. Ни на БХ, ни на Огрмага. Видят Джиггернаута зато. Джиггернаут пытается уйти. Джиггернаут, Джиггернаут, Джиггернаут. Бежать, бежать. Но сейчас КПА проиграл для своей команды. Сам, между прочим, проиграл. Метеорит. Снова не детекшена. Клинку сбили инвокеру. Пошли ветра. Выходит сюда Джиггернаут неожиданно. Инвокер уходит. Должен уходить в Гост Волк. Неплохой подкоп. Залетает по двоим. Подходит Лансер. Уже абсолютно пулловый. Будет Джиггернаута дабит или нет. Вот чем вопрос. Джиггернаут остается буквально на 200 хп. Живет Джиггернаут. Ну, а вот СК, наверное, не выживет. СК. Да, не выживает никак. Еще и Сюрикен залетает в придачу, которая добивает инвокера. Дэмбилейшн от КПА. А Юнай нажимает БКБ под Лекрити. Но Лансер посильнее. Потому что что? Потому что правильно. Иллюзий. Иллюзий много. Лансер сам спотрапляем. Луна и инвокер погибают. Учитывая еще наличие Аегиса. Давайте заглянем. Да, ни одного байбайка не было. В этом файте. Смотрим Fight Recap. Вот он в наших глазах. 2 в 1. Учитывая, что еще с Луны выбили Аегис. Очень даже не дурно. Лансер, конечно, тут что первая игра, что вторая. Айм солирует на карту. Очень крутая дота от него. Покупает БХ БЛаймерс. Очень полезная штука для краски Лансера. Но нет, Луны полминуты. Можно краски подпушить все это время. Еще и вот так вот отогнать. Что-то делаем. Она просто на базу. И начинает пушить. Но за эти 10-15 секунд можно сейчас вот это строение убить. Эту вот штучку прикольную. Но еще и вот здесь вот штучки можно поубивать. Хоть у Луны появится и что? Есть Хекс. Есть подков Джиггернаута. Не страшно. Летит сюда уже инвокер. Ну что, отойдут? Или пойдут дальше? Торнадо. Мимо. Ни по кому не попадает. Айм уходит. Айм 4-300. После бутерплея можно купить муншард. Можно обновить дефуза. Можно... Да, вот так взял. Просто обновил дефуза. Молодец. Дефуза. Оказались очень полезны. Ну, остается байбэк. Счет у Хаттон Лассера. Да, им просто солируют. Карту за картой. 11-1-9. Счет. Нетворс. 28800. Луна без МКБ, к сожалению, пока не может бороться с этим персонажем. Алла Кретина Леона. Вол. Ну да, 257 дэмэдж. Тоже имеет место на жизнь. Если бы предоедалось, то будет прикольно. Сложная ситуация у Ньюби. Хоть и хроносфера вроде есть, но вот Луна стала намного слабее в файтах. Как-то прямо не ощущает. По крайней мере, Лансер. Или ощущает. Но когда уже все команды Ньюби погибают, не считая только одной Луны. Что, снова Рошана будем ждать? Или пойдем? Или пойдем? Нет, решили ждать. Ну знаете, до Рошана еще долго. Если еще по таймеру не повезет, то пройдет ждать очень долго. Отлично скан сел света. Прям читают. Расположение противника. Все стоят на базе. Внизу Тауэр падает очень быстро. Джиггернаут, Лансер. Ну как, учитывая, что это бэкдор, я напомню, то это очень быстро. Без бэкдора, конечно, башни падают тут. Ну, сами понимаете, насколько быстро. Санстрайк, по Рошана, Рошана нет. Но он, кстати, появляется вот прям, вот, прям, вот, прям, вот, прям скоро. И этого я буду ждать. Байбеки. Можно их открывать, остальное неинтересно. Луна Байбека нет. Не хватает 300 золота. Инвокер, Байбек есть. Ну это хорошо. Все, Рошан есть. Повезло с таймером. Рошан появляется прям моментально. Все для того, чтобы идти, забирать Айгисыр и попытаться закончить. Макаба нажимает Батрайдер. Цепляет Штол Демона. Штол Демон уходит Глимер Кейп. Ну, тут такое, да. Живет Фейс, но недолго живет. Прыгает Айм дальше, нажимает Блокенбар, убивает Штол Демона. Айм побежал дальше, но, наверное, лековато. Трансфер ставится на Айма. Айма надо как-то подсовить. Метеорит полетел. Бим. Айм наполовину уже просел. Айм. Очень больно. Фэнтом Лансеру. Санстрайк минус Лансер. Будет ли выкупаться Лансер? Может выкупиться и прилететь? Да, выкупается Лансер. Погибает еще и Джиггернал в придачу. Очень плохой файт для команды ЛЖД. Погоня откипяет дальше. Хекс. Наугармага. Мана Дрейн. А Лансер не летит, если что. Лансер остается вот здесь. Все, он забил. Крипы просто тут бегают. Катапульты. Наржану будут забирать команда Ньюби. Да, понаглел Эйм. Он подставился под Хрона. Дальше все увидели сами. Проказ пошел и инвокер. Блокер тут не ошибся. Метеорит и Бласт. Все было как надо. Сыра Егис для команды Ньюби. И конечно сейчас будет очень круто убить Лансера еще раз. Убить бы его еще раз. И возможно тогда игру можно и выиграть. Рефрешер у инвокера появляется. Ну и инвокер тут рукасты, поэтому вполне. Лунна решила не покупать НКБ. Рассчитывает просто на то, что поможет с прокастом инвокер. И сама Луна может и Эклипс, и Бим его давать. Поэтому приобретает себе. Баттерфляй в ботинок оставляется. В Курере Шэдоу Блэйд появляется у Вайдана. Такое вот волевое решение. Опять же понимать, что надо сейчас убить Лансера. Убить Лансера это победа. Убить Лансера это возможно победа. Для команды Дайвер. И как раз-таки этого Шэдоу Блэйда ожидать ЛЖД определенно не будет. То есть Лансера вдруг подставится, то... Его убьют и на этом игра скорее всего завершится. Ну вы видите, до сих пор непонятно кто победит. А уже идет 51 минута по графику нули. По опыту нули. Абсолютно по всем показателям равенства. Ну вот разочек закинул эйм. Все. И как бы... Надо начинать все сначала. Так вот, просто отправлять иллюзии. Раз за разом. Опять же иллюзия очень много дэмэджа вносит. Можно было, правда, на Лекрис именно на иллюзии закидывать. По мне это более... А, ну вот так просто заходят, ребят. Ага. Емп. Войт. Хроносфера по эму все-таки попадает на дэйма. Как можно быстрее убить. Эйма начинает пинать с огромной силой. Но этого мало. Этого не хватает. Эйм остается на 800 кп. Эйм еле живой. Допплгангер делает подальше. Там Юнайн за эму в погоню. Бим кастуется. Эйма уходит в Глимеркейп. И у него появляется неуязвимость за счет этого, собственно. Юнайн должен погибать. Юнайн минус. Жиггернаут выкупается. Ну и команде Ньюби надо уходить. Команде Ньюби надо уходить. Дизрапшн. Неужели не хотят? Неужели не хотят уходить? Случа чего нажмет? Нет, не хотят уходить. Хотят идти на топ. Юнайн на Эйма. Инвокер. Ждем от него прокаст. Пошли ветра. Пошел санстрайк. Бласт. Покарапряжение нажимает. Раскручивается джиггернаут. Прыгает. Батрайдер цепляет Унайн. Унайна должны убивать. Унайна убили. Зачем? Убейте, уйдите назад. Зачем идти утках? Тут такими-то походными путями. Я не знаю. Окей, развести... Луна на байбах теряет свой. Триста процентов. Потому что, наверное, сделать байбэк, они сейчас не снесутся. Ну, они там по ботам, и, конечно, лучше пойти. Все круто сделали, снесли. Так, отойдите назад. Зачем идти и делать мега-крейп-оп? Вы, конечно, крутые. Не настолько у вас же закончились способности. Прилетает Эйм. Бласт. БКБ нажимает Эйм. Надо просто бить бараки. Просто бить бараки. Просто бить. Глип все-таки лукастуется, да. А ему уже нет... На секундочку, БКБ. Подцепили КПА. КПА можно убить. КПА без байбэка. КПА без байбэка. КПА под дизрапшеном. Хрансферу какую-то поставить не ставит. Погибает. Войда не будет 70 секунд. Подкоп. Есть по иллюзиям. По Эйму. Пошли ветра. Есть и Эмп. Поужин. Все туда залетает. Эйму сожгли ману. Но ему наплевать. У него там монопул. Миллиард тысяч единиц. Эйм. Доппелгангер. Надо дальше бить. Просто барак. Просто бить барак. Просто ребята бьют барак. Джиггернаут. Прыгает КК. Подкопали. Бласт дали. Джиггернаута пытаются максимально сильно пробить. Не получается. Джиггернаут живет. Ну и барак добьет. Барак добьет. Бараки упали. Окей. Две стороны упало у команды. Не уби. Не учитывая только раньше барак на топе. И ЛЖД уйдут. Господи. Какая карта у нас получается. До сих пор непонятно кто победит. А уже 55 минута игры. Как будто не хотят уходить. Ничего себе. Интересный вариант. Не хотят уходить. Понимаете что войда нет. Без войда ланцера убить будет нереально трудно. Опять же потому что бутерфляй. Такое типа что Джиггернаута, ланцера, физдэмэджи. Ладно. Смещается на топ ньюби. Может быть опасно. Если Джиггернаут вдруг подставится. Но у него руна инвиза есть. Очень полезно. Да, Джиггернаут. Он вроде так знаете не особо. Там что-то убивался. Он не слэш. Но у него 11-4-5. То есть вполне себе счет убиватора. Который еще не фитит. Что довольно важно. Огромак очень бедный. Давайте на творца взглянем. 6-700. Что демон? 7-200. Два саппорта конечно бедняги. Зато по антихантер богаче. Блинк, флэдмерс, гвардия грифс. Пока ни одного хикса мы не видим. Что довольно удивительно. На топе готовится атака. Батрайдер вместе с Ланстром. Прилетают ребята. Войт уходит в инвиз. Войт надо ставить хроносферу. Войт получает лассо. Войт. Просто пока выигрывают ребята время. Войт. Все еще время живет. Войт живет. Нет. Добивает Войда. Получает он у меня слэш. Юнайн. Очень больно от Эйма. От Джиггернаута. Юнайн еле живой. Есть прокаст от инвокера. Там бласт. Метеорит. Рефреш. Но есть метеорит. Но к сожалению для команды Ньюби нет. Минус Луна. Минус Штадо Демона. Минус Войт. И не получилось. Там еще и байбэк был только что от Леона. Использован. Ну и надо улетать. Надо улетать. Домой. 5500 у Ланстром. Можно купить маншарты. Привезти Курьера. Запросто. Ну разумеется сейчас развод байбэк Луны наверное будет. Смотрим. Как снаема. Опасно. Бой тоже появляет. Джиггернаут нажимает БКБ. Луна выкупается. Как же больно. Как АК закрывает дезрапшеном. КПА и прыгает. Хроносфера плохая. Только Джиггернаута закрыли. Ведь так. Нет. Айм тут тоже в хроносфере оказывается допилгангером. Но его вообще никто не фокусит. Пошел бласт. КПА. Ну будут КПА здесь погибать. Фейс также должен погибать. Эйм очень больно. Как же больно Эйму от Унайна. Эйм еле живой. Надо отсюда бежать сломя голову. Получает он бим. Получает он ветра. Эйм возможно и погибнет. Эйм. Остается буквально на пару хп. Эйм погибает. Эйм есть вайбок. Джиггернаут без вайбок. Он недавно выкупался. Унайна идет дальше. За Джиггсингом. Укупается и Лансер. Ну там надо просто дефить скорее всего базу. И не более того. Батрайдер отпрыгивает. Блинком и форстафом подальше. Барак на топе под атакой. У команды Ньюби нет глифа. Ну тут раньше Барак упадет. Господи. Находит Джистинга. Все-таки он здесь спалился. Санстрайк под коп. Минус на Батрайдере. Еще и гем выбивают. Просто две игры по часу. Просто две игры по часу. Выходит. Санстрайк на Рошана. Никого нет. Пока что. Скоро появится. Опять же таймер тут такой, что ждать долго не придется. Смолк разбили Ньюби. Ну как-то это было слишком палевно, да. Прекрасный ЛЖД видели, что там Смолк. Выкупается Батрайдер. Джаггернаут еще не будет полминуты. Файт будет Т4. Байбеки с Юинвокера в баунтихантерового горманга в случае чего. То есть двух героев команды ЛЖД байбеки есть. Заход на Бараки. Это будут мега-крипы. Ветра. ЕМП. Нажимает инвокер просто БКБ. Пошло лассо. Пытается инвокера быстренько убить. Инвокер, если что, байбек у него не будет. Затаскивает очень далеко. Но в Бараке падаете времени. Такой развод получается. И отлично. Хрансфера попадает по Эйму. Эйму надо бить. Но и правда хрансфера и по инвокеру попала. Ведь инвокера убили. Окей, инвокер. Есть байбек. Он пока не выкупается. Мега-крипы сделаны. Команда Ньюби. Они хотят просто отсюда уйти. Но не факт, что их отпустят. Делают таймволк Войт. Мана у него больше нет. И Войт погибает. Ну что. В последний путь, возможно, стоит идти сейчас в команде ЛЖД. Потому что мега-крипов будут дефить непросто. Никакого сплэшаня совершенно. Ни бэфов, ни мэлштромов. Ничего. Возможно, стоит пойти сейчас. И... Ну, в общем, в трон чуть ли не. Либо на Рошана. Я не знаю, куда идти. Но у мега-крипы... Их можно дефить. Можно. Но... Такое себе это удовольствие. От Джаггернаута появляется МКБ. Верно. Рапирует. Покупать смысла нет. Учитывая, что все-таки надо... Просто элементарно убивать. Героя из патруфляем. Икзи. Фингер. Солкэчер. Минус. Вон технатор выкупается. Тут только идти до конца. Все. Вперед. Вперед в атаку. Выкупается инвокер. Войт может делать байбэк. Но толку от этого мало. Учитывая, что его еще не будет пол... Не будет 50 секунд хроносферы. И все. Все сюда летят. Ну, пан либо пропал. Тут только так идет игра. Байбэк. Есть только один у Вайдаун. Сейчас выкупится. Байбэков больше не будет вообще. Ни у кого. И тут решит скилл. Фортуна. Может быть что-то еще узнаем. Потому что, разумеется, ЛЖД уже возвращаться. Если они вернутся, то там база будет гореть. Все. Пошли в трон. Нет еще хроносфера 15 секунд. Надо как-то Вайду вытерпеть. Надо как-то выиграть это время. Заветно. Если убьют хотя бы Лансера. Шанс есть. Окей. Тир-4 башня под атакой. Эйма. Поцепили. Эйма отталкивается. На страйк мимо. Пошел еще и бим. Лансер пытается просто отсюда убежать. Делает Доппилгангер. Надо немножко подрегениться Фантом Лансеру. Там уже начинает по теченочку гореть трон. Ставится хроносфера. Плохая хроносфера. Откипя и попадает только по Баунти Хантеру. Укусить его просто смысла нет. Поэтому Баунти Хантер погибает от инвокера. Окей. Это наплевать. Может быть кому-то лететь вот сюда вот. Там трон уже горит. Как же он быстро падает. Глифа у команды ЛЖД нет. Господи. 2000 хп остаются. Пошли на травелах. Лететь сюда ребята из команды Ньюби. СК начинает бить. Трон. Бить. Просто трон. Просто бить трона. Лекрити. Нажимает рефреш. Надо создать фаржей. Нажимает бласт. Бьет трон. Трон на 300 хп. 200 хп у трона. 100 хп у трона. И все-таки конец. Ньюби побеждает. Господи. Ну и развязка этой игры. О да. Но долго очень думали. ЛЖД очень долго думали. Могли действовать поактивнее. Быстренько идти в трон. Как это инициировать. Они что-то там ходили. Бегали туда-сюда. А мега-крипы не дремлят. Пришли с двух линий. И мега-крипы и СК игру выиграли. Ну и это все-таки 1-1. Это ничья. Достойная ничья. Наверное в этой игре. В этой встрече никто не должен был побеждать. Должны были остаться соперники с результатом 1-1. Получить по одному баллу. И уйти пока что с миром. И уже в будущем встретиться. Еще раз. И там уже узнать кто сильнее. Так ну что ж. Отличные сегодня игры у нас выдались. В регионе Китая. На турнире ДПЛ. И в общем на этом-то и все. С чем я вас и поздравляю. Сегодня мы Китай посмотрели. Завтра будет продолжение ДПЛ. Снова. Так что приходите смотрите. Сегодня будет ночью играться турнир от создателей Canada Cup. Northern Arena Beat Invitational. С милой Исмайлом. Так что так же приходите. Будет интересно. Будут играть команда Ауи. Команда Энви. Так что опять же. Будет на что посмотреть. Для вас сегодня работал Лекс. Спасибо что смотрели за баталиями. И услышимся уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok